на Святую и Великую Пятницу. Уже исполнен нами подвиг поста, но он окончился крестом. Да и как належало бы разрешиться к концу победы, если не трофеем? А крест трофей! Однажды, водруженный, он всегда обращает демонов в бегство. Где идолы и тщетные убийства животных? Где храмы и огонь злочестия? Он погас, все пало из-за единой святой крови. И крест всемогущая сила, невидимая стрела, невещественное врачевство, пререкающее огорчение источник, прекращающее, непостыдная слава. Так что хотя бы я говорил о Христе и иное многое хотя бы я привел в изумление слушателя, повествуя о бесчисленных чудесах, я не в такой степени гордился бы по причине этого, как горжусь по причине креста. Напротив, я, положим, говорю, Иисус произошел от девы. Великое чудо – миновать брак и ввести новое в природу. Но если бы не было креста, то делами не спаслась бы первая дева рая. Теперь же во время креста спасается первая жена, новыми дарами исцеляющая древнее зло. Восстал мертвый в Галилее, но опять умер. Я же, восставший через крест, уже не могу подпасть власти смерти. Иисус переплыл море, Бог на корабле. Дерево скоротечное принесло пользу. Я же получил дерево вечное, благое, пользуясь которым, вместо кормила, удаляя от себя духовные волны греховности. Пять тысяч человек было напитано по одному знаку креста. Итак, где останки пищи? Каким образом я, не присутствовавший, получу останки, принадлежавшие присутствовавшим? Было двенадцать корзин кусков, которые остались. Дар был соразмерен. Христос был распят, и мы всегда питаемся. Я насыщаюсь, опять ищем мы. И еще боли остается, так как благодать неистащима. Да будет восхвален тот день, который родил свет. День, благодаря которому остальные дни были призваны к веселью. Каким образом? Слушай. Сегодня создан Адам в шестой день. Сегодня он получил божественный образ. Сегодня в мире образовался малый мир. Сегодня человек, кормчий, стоящий впереди всех живых существ. Удержал прекрасное кормило человеческой природы. Сегодня получил добровольные заповеди. Сегодня изнан из рая. Сегодня опять избеден. О, многообразный день. О, весьма скорбный и лишенный скорбей. О, утром опечаливший, вечером же обрадовавший. Лучше же сказать, о, как многое исцеливший. Со скорби я соглашаюсь с вами, встречаясь с древними страстями. Слышу, что Адам изнан от отеческого очага. Что человек, рая гражданин, питался без обрабатывания земли, без дождя, жил роскошно. Он нисколько не нуждался для жизни. Ни в соединенных с потом усилиях, или заступе, или труде, или напряжении. Утяжался всегда цветущими деревьями. Переходил от цветов к цветам. От плодов к плодам. Имел потребный след за желаниями. Но по причине красоты созерцаемого не знал, на что прежде положить свои руки. Я часто оплакивал столь великое блаженство, видя, что он лишился его. Потому что это несчастье было общее. И оно соприкасалось с нашим родом. А после того, как я обратился к Евангелиям и взял себе этот день, потому что шестой был и тот день, и этот, что я и потерял печаль, и своим словом несу пред собою радость. И говорю себе и вам, отбежала скорбь, печаль, стинание, древнее миновало, вот настало все новое. Как ученики врачей излечивают нанесенные змеями раны от них же, получая защищающие от зла лекарства и приготовляя их, борясь с болезнью при помощи того, что служило поводом к ней, так и спаситель воспользовался всеми случаями, которые вели к злу. Для блага. Изменив горькое сладкое, превратив желчное во врачевание, обратив жало смерти против нее, прилагая вред от древа спасения, взяв день, привешившись в трепет мир, и возвращая его днем, возрадовавшим мир. Мне не верь, но своим глазам верь. Взирая на присутствующее собрание, и перестань спорить с нами. День креста, и мы все радуемся, и воздерживаемся от зол, и очищаем все внутреннее, внешнее. Это смысл праздника, это образ радости. Я говорю о немногих чудесах силы Христа. Возри на круг вселенной, как много селений, как много городов, как много местностей, как много племен, как много островов, как много рек, как много морских берегов, как много поколений племен и варварских языков. Все они ради Христа воздерживаются от пищи, силой его распяв свои страсти. И для многих оканчивается ночь, но не оканчивается подвиг поста. И почему мы все сошлись теперь услышать что-либо о кресте и наполняем церковь? И толкаем друг друга, потея, трудясь, перед судьями часто удостаиваясь права сидеть на первых местах, а перед Иисусом с удовольствием стоя. Потому что Иисус стоял ради нас, чтобы остановить волны греха. Итак, что совершено сегодня? Да не пройдут мимо наших ушей совершенно чудеса этого дня. Был уже свет, и уже наступало утро, и он со связанными руками вводится в приторию Пилата. Какими руками? Исцелявшими слепых, прочевавшими хромых, и пальцы, давшие зрение, пригваждаются узами. Исцелитель естества удерживается насильно от исполнения свойственного ему дела. Это воздано Господу. Он заключает воды в облаках. Иов 26.8 Связав и освобождает узников атаков. Связан Псалом 67.7 Дарующий пленникам освобождение Исайя 61.1 Связан разрешивший Лазаря от ус смерти, приведен в приторию, дареносимый бесчисленным множеством ангелов. Предстоит Пилату, имеющий своим престолом небо. Удерживался Творец, влекомым творениями, Создатель созданием, Совершитель совершенным. Итак, что же затем? Что делается? И те, говорит Писание, не вели его в приторию, чтобы не оскверниться, и можно было есть Пасху. О, великое беззаконие! Они совершают неправедное убийство, и отказываются войти в приторий, остерегаясь, чтобы не оскверниться, хотя они уже были осквернены, выкупая овцу овцой. И так ожидал суда, судья всей вселенной, ожидал свидетелей, свидетель душ. Тот, кто сотворил, был и судимым. И люди, судя, сидели, а Бог стоял и стоя молчал, стоя возле преддверия человеческого. Господь небесных брат. Вопрошал Пилат, быть может, более человеколюбивый, чем иудеи. Зачем я говорю, быть может? Совершенные дела покажут истину. Какую вину нашли в этом человеке? Кто может обвинить Бога? Я вынуждаюсь сказать лица Пилата, так как Иисус молчит, и потому что слово имело недостаток в словах, но чтобы ответом не устранить венца креста. И не имеющий пожелал стяжаний. Чужих жилищ тот, кто никогда не имел где склонить свою голову. Имуществ тот, кто обнажил из своих учеников до пояса. Не имея осла, достал чужого, чтобы благословить ваших детей. Скажите причину. Придумайте на законном основании умертвите. Иудеи же ответили. Если бы он не был злодей, то мы не предали бы его тебе. Великое указание на дела. Неопределенная причина. Назови проступок и не вводи в заблуждение слушателя. Пилат говорит им, возьмите его и по закону вашему судите. Благомыслящий судья сложил тяжесть на головы иудеев. Вы возьмите участников злодеяния. Иудеи же говорят. Мы не имеем права никого предавать смерти. Итак, почему же вы убили Исаию? Почему Захарию? Почему каждого из пророков? Но мы не можем убить. Не потому, что вы не желаете, но потому, что не можете, так как они были уже лишены такой возможности римлянами. Итак, закон уже разрушен, упраздненный на деле, сохраненный лишь на чернилах. Разрушил же его Иисус, который был связан. А Пилат говорит, я не нахожу в нем никакой вины. Не ты только, Пилат, но ни иудеи, ни слепые, ни мертвые, ни солнца, ни луна, ни мир, ни все праведные пророки и мучайки, ни пророк, говорящий, что беззаконие не сотворил, и не было неправды в устах его. Исайя 53.9 Все соглашаются с Пилатом, вынося правый приговор. Порят одни только иудеи, с криком обвиняя его, и шумом соперничая, затяни к истину, и подтверждая то, что сказал Исайя. Я ждал добра от винограда, но вот терния и неправду. Исайя 5.2 Между тем, как это совершилось, Пилат не мог ни говорить, ни слушать, по причине беспорядочного шума, и замышлялся мятеж, послала к нему жена его, прекрасная помощница, удерживаясь спешившего мужа, и говорит, ничего не делай праведнику тому. Матфей 27.19 Если можешь, спаси его, если же не можешь, то сбереги себя. Она почти говорила то, что изрек Давыд. Да не погубишь нечестивую душу мою, и с мужами кровей жизнь мою. Ничего не делай праведнику тому, потому что я много пострадала ради его во сне. Другой Иосиф. Она созерцает через сновидение истину, свидетельствует вопреки крикам иудеев, так как надлежало, чтобы они были побеждаемы женщинами. Победила их раб блудница, победила их кровоточивая, победила хананьянка, и теперь опять женщина против них. Они стеснены, иудеи ответили ему. У нас есть закон, и по закону нашему он должен умереть. Какой закон? Подтверждаемый какими изречениями? Быть может, теми, которые сегодня были прочитаны. Как овца веден он на заклане, и как агнец предстрягущим безгласен, так он не отверзает уст своих. Беззаконие мира нашего было на нем. Вот какие я нахожу полезные для них слова. В другом же месте никоим образом не нахожу, чтобы Иисус был заколаем по праву. Пилат вошел в приторию, уступая к гневу иудеев, стараясь погасить неугасимый пламень. Вошел и вышел. Еще более зажег огонь. Он вышел с увенчанным Иисусом, что для иудеев было неприятным зрелищем, показывая врага их уже увенчанным, уже победителем, уже обличенным царским видом. Хотя это было сделано ради осмеяния, но было иносказательным указанием на присущее ему по естеству царское достоинство. Когда же они увидели его, которого часто видали и никогда не познали, на которого всегда взирая воспламенялись истощаемые собственным их огнем, а они пожелали бы хотя бы и сожжены были огнем, то подняли свой садомский крик, подняли и пришли в нистовое состояние. Возьми, возьми, распни его! Царя ли вашего распну? Нет у нас царя, кроме кесаря, говорят они. Отречение без преследования. Безбожие после египетских зол. Это боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Исход 32.4 Вы не имеете царя, кроме кесаря? Кто же путеводил вас в пустыне? Или кто питал? Кому восклицал Моисей, говоря, Господь царствующий во веки и веки? Исход 15.18 Итак, после того, как вы отреклись от своего царя, останьтесь на будущее время без царя, влача вечное ермо рабства. Это совершено до данного часа. Но посмотрим и на оставшуюся часть дня, так как весь этот день святой. Они взяли его у венчанного. Чем? Терниями, этими иудейскими дарами. Я ждал от винограда, но вот терния. Он был заушен, был бит, принял бичевание, но ничего этого не устыдился перенести. Встань вместе с Исаией и созерцай Бога его глазами. Итак, что тот говорит? Господи, кто поверил слышанному от нас? Мы видели его, и не было в нем ни вида, ни величия. И мы ни во что ставили его. Он был обезображен почти всякого вида человеческого. Он не имел доброты ни вида. Он художник всякой красоты. Он оплакивал злодеяния иудеев. Человек в язве и изведавший терпение болезней. Человек не Бог, потому что подвергнут был ударам. Человек, а не Бог. Кто же это, переносящий много страданий, испытывающий много печали и всеми биемой? Уже ли правильно он претерпел то, что претерпел? Он грехи наши взял на себя, и ранами его мы исцелились. Я не нахожу в нем никакой вины. Но не садитесь за позорных благ. Итак, претерпев столь великое, он остался бесстрастным. Он был ранен, оплеван, перенес самое постыдное. И он же самый остается достойным почета, славным и как бы одним из уязвленных, как говорит сам Исайя. И мы видели его, и не было в нем ни вида, ни величия. Он изъязвлен был за грехи наши. Беззаконие мира наше было на нем, и ранами его мы исцелились. И так и сам он, и мы лежим раненые. И ранами его мы исцелились. Мертвый – врач мертвых. Раненый – врачебное средство для обремененных заботами людей. Но доколе ты, о человек, совращаешь с пути нашу свободу, скажи яснее о том, что и следуется, как овца введен был он на заклане, и как агнист пресребущим безгласен. Добрая овца, отданная дурным поварам. Если заколаете иудеи, то не стригите. Если же стрижете, то пощадите овцу, которая доставляет вам много полезного. И вместе с ним повели двух разбойников. Слово у нас заходит до одиннадцатого часа дня, чтобы никто не отчаивался в своей жизни. Я, конечно, желал бы пройти молчанием историю, вследствие того, что часто мы рассказывали ее. Но вижу разбойника, который всегда меня принуждает. И неудивительно, он, изменив свое ремесло для спасения, насильно отворил двери рая. Стоял на кресте агнист и два волка, но один остался на земле своими мыслями, а другой уже изменился, говоря, «Помяни меня, когда придешь в царствие твое». О могущество Иисусова! Разбойник, уже пророк, проповедующийся креста, помяни меня, Господи, когда придешь в отцарствие твое. И что свойственное царю, ты, разбойник, видишь? Завушение, оплевание, гвозди и древы, насмешки иудеев и уже обнажаемое копье воинов. Но не вижу, говорит, того, что видимо. Стоящих кругом ангелов вижу, убегающее солнце, раздираемую завесу, колеблющиеся земли, мертвых, уже помышляющих о бегстве. Иисус приемлет всех, давая тот же динарий тем делателям, которые пришли около одиннадцатого часа. Истинно говорю тебе, возьми ты, это истина, о разбойник, ты, который сегодня разбойник, ныне же будешь со мной в раю. Я, который знал тебя, ввожу. Я, который заключил двери райские, который заградил их огненным мечом, если я не веду тебя, то двери останутся запертыми. Сюда, о разбойник, ограбивший дьявола и увенчанный суп против него. Увидев человека, Богу поклонился, отбросив древнее оружие, восприяв оружие веры. А когда это так происходило, и когда все освещалось, из области эфира — солнце, из растений же — дерево, а из животного мира — желчь, из скани — неразрываемый хитон, из моря — пурпуровое одеяние, из металлов же — именно железо, копье и гвозди. И когда излились двоякие источники крови вода, тогда спаситель исполнил то, что было ему свойственно. Отче, прости им грех. Кому отпущение? Гелленам, иудеям, пришельцам, варварам. Просто сказать всем, потому что однажды он сказал, это дело совершается всегда. Не о врагах только сказал «прости». Он говорит ежедневно и всегда, говорит, и тот, кто желает, получает. Сошлись все в приторию Пилата. Что говорят? Знаем, что сей обманщик говорил, когда еще был живой, после трех дней воскресну. Ты, несомненно, знаешь, несомненно помнишь, что он восстанет. Поставь стражу ко гробу. Для меня охраняешь его. Охрани мертвого, чтобы он не убежал. Вы имеете стражу, идите. Делайте, как хотите. Не выпускайте, как знаете. Как знаете, приготовьте. Как знаете, охраните. Если бы вы не сохранили, то оставляйте мне основание к извинению. Теперь же вам самим предаю его, который, когда был жив, был вами удержан. А когда был убит, от всех вас скрылся. Итак, останемся трезвыми, чтобы увидеть глубокий сон иудеев и праздновать вместе с небесными воинствами во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава ныне и присны во веки веков. Аминь.